Что год учебный нам готовит? На этот вопрос отвечали члены регионального правительства. Оборудование в столовых обновлено, закуплены новые компьютеры. В девяти пилотных школах реализуется проект по созданию научно-исследовательских центров. Учащиеся смогут ставить эксперименты по физике, химии, биологии прямо в классе. До 150 увеличилось количество школ, участвующих в программе дистанционного образования. В новом учебном году мы продолжим реализацию проекта «Электронная школа». Система электронная проходная будет внедрена во всех школах города Иваново. А электронные столовые появятся в школах в лицеях 33, 67, в гимназии 30, в школах 18, 28 областного центра. Остается ряд нерешенных проблем с гигиеническими требованиями к школам. В одних плохая освещенность, в других микроклимат. В большинстве учебных заведений мебель не соответствует физиологическим особенностям школьников. Отсюда увеличение проблем со здоровьем у детей. По результатам профилактических осмотров отмечено увеличение числа детей с понижением остроты зрения в конце первого года обучения в полтора раза, с колеозом 1,75 раза, с нарушением осанки 1,2 раза. По сравнению с показателями перед поступлением в школу. Это первый год обучения. Обсуждаемая тема грядущего года – школьная форма. Ее должны принять все учебные заведения региона. Школьная одежда должна быть деловая и светская. Никаких религиозных мотивов. Губернатор прокомментировал ситуацию в 18-й школе, в которой родители активно выступают за ношение девочками хиджабов. Я вот совершенно со всей ответственностью хочу заявить тем, кто инициирует подобные вещи, что этого не будет. Этого не будет. Пока я, по крайней мере, губернатор Ивановской области, этого не будет никогда. Значит, я сразу хочу сказать, что по этому вопросу было соответствующее решение судебной инстанции. И вопрос этот закрыт. Сборы средств родителей на нужды школы Михаил Мень назвал поборами и поинтересовался, как наказывают учителей, злоупотребляющих терпением родителей. В департамент образования поступило 9 обращений граждан от так называемых поборов. Это, конечно, большое количество. По всем случаям проведены служебные проверки, приняты меры административного характера. И приняты даже кадровые решения. Я знаю, что учредители уволили ряд руководителей образовательных учреждений. Пока педагоги среднего и начального образования отчитываются об успехах, вузовские преподаватели констатируют проблему подготовки специалистов для региональных нужд, работников культуры и социальной сферы педагогов, тренеров. План приема по таким специальностям упал катастрофически. В три раза на филфаке, в два с половиной раза на РГФ. На ИСТФАКе за последние 15 лет количество бюджетных мест уменьшилось со 150 до 10. Но самое скверное, что это падение бюджетного приема не компенсируется увеличением коммерческого приема. Мы с вами понимаем почему. Потому что идти на исторический факультет и платить по нынешним расценкам четверть миллиона за 4 года, а потом по окончании ехать в сельскую школу, ну, может быть, такие энтузиасты есть, но ясное дело, что делать какую-то ставку на них в проведении политики подготовки образовательных кадров невозможно. Оценив ситуацию, Владимир Егоров сделал вывод – нужно формировать региональный заказ на подготовку некоторых категорий специалистов. Иначе в обозримом будущем область ждет острый дефицит сотрудников в образовательной сфере. Учить детей, несмотря на повышение зарплат, будет некому.